Дети рассказали гостям о том, чем занимаются, и задавали много вопросов. Спрашивали о любимых животных, о хобби и о том, почему Людмила Шестак решила стать депутатом. Я думала, что если я буду депутатом, то будет от меня много пользы. Больше пользы, чем когда я занималась общественной деятельностью без звания депутата. На протяжении четырех лет Шестак помогает центру. Здание 78-го года постройки давно не ремонтировали. Но благодаря выделенным из городского бюджета средствам, к 60-летнему юбилею его удалось обновить. Мы смогли сделать его, насколько нам нравится, достаточно современным. Пришлось поменять все, и потолок, и коммуникации. Удалось обновить не только помещения для занятий, но и клетки для всеобщих любимцев, кроликов. Воспитанники центра ухаживают не только за кроликами, но и за экзотическими животными, рептилиями и птицами. Ведут наблюдения за жизнью своих питомцев. Детей также учат основам флористики, фитодизайна и исследовательской деятельности. Я считаю, что школы должны все-таки организовывать уроки биологии, экологии вот в таком центре. С выходом на место, чтобы можно было познать природу, пообщаться с природой, сидя в таких прекрасных классах и на улице. Людмила Шестак говорит, этот визит в центр не последний. В следующем году здесь планируется проложить пешеходные дорожки. Необходимые на это средства выделят из городского бюджета. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.